Продолжение следует... Поэтому сказать, что вот какая-то одна книжка, или две книжки, или даже десять книжек, которые вы прочитаете и будете знать про мозг, это, мягко говоря, невозможно. Вся мировая наука знает о мозге максимум несколько процентов информации. Если вас интересует, как вы написали, по крайней мере, именно устройство мозга, структура мозга, то, пожалуйста, это любые учебники по анатомии, начиная от медицинского училища, если у вас нет медицинского образования, и заканчивая учебниками для высших медицинских учреждений. Если вас интересует физиология мозга, то, опять-таки, учебники по нейрофизиологии, может быть, популярная литература по нейрофизиологии. Опять-таки, литературы очень много. Сказать, что конкретно подойдет конкретно вам, не зная ни вашего уровня знаний, ни подготовки, ни области ваших интересов, практически невозможно. Но я рекомендовал бы вам использовать именно учебную литературу, то есть учебную литературу либо для медицинских училищ, либо для институтов. Если этот уровень для вас уже слишком простой, то тогда, соответственно, вы ищете научную литературу. Но тут, скорее всего, мои какие-то рекомендации вам уже будут не нужны, вы сориентируетесь сами. И второй вопрос от этого же автора. Как вы относитесь к религиозным людям? И звучал он в предыдущей редакции этот вопрос, что не считаете ли вы религиозных людей сумасшедшими? Нет, ни в коей мере не считаю религиозных людей сумасшедшими, хотя сам не отношусь к никакой конфессии. Здесь, на мой взгляд, надо четко различать, что такое религиозный человек, что такое религия, что такое сектант, что такое фанатик. Если мы говорим о любой мировой религии, абсолютно любой, будь то христианство, ислам, буддизм, удаизм, все эти религии имеют в своей основе совершенно обоснованные, абсолютно четко привязанные к реалиям окружающей действительности, правила поведения, правил взаимоотношений между людьми. Нельзя сказать, что в какой-либо из этих религий эти правила были бы глупыми, неправильными, неадекватными или опасными. Нет. Все эти правила имеют под собой жесткие основания. Все, опять-таки, эти религии имеют в своей основе четкий философский посыл. Весьма схожий, кстати говоря, посыл. И он также не является каким-то неправильным болезнью. Что касается религиозных ритуалов, которые совершенно разные, конечно, в каждой религии, то тут, опять-таки, кому-то нравится так, осуществлять свои пряды, кому-то так. Для кого-то они являются случайным действием, которое происходит раз в год, там, испечь кулич на пасту и все. Для кого-то это обязательно исполнение ежедневных религиозных ритуалов. Опять-таки, это вопрос веры, а никак не психического здоровья. Другое дело, когда вера человека, когда его убеждения начинают влиять на его поведение в отношении других граждан. То есть, когда человек на основании того, что его верование расходится с верами других, начинает относиться к ним более негативно, либо предпринимать какие-то агрессивные действия, либо навязывать свои взгляды на устройство окружающего мира. Вот это, конечно, уже не является каким-то позитивным моментом. Это, конечно, плохо. То, что касается психического здоровья, то в большинстве случаев вера, религиозные веры в неубеждения, они никакого отношения к психическим заболеваниям не имеют. Если мы говорим про тоталитарные секты, где целенаправленно проводится психофизиологическая обработка участников секты для подавления собственных эмоционально-волевых реакций и для навязывания общей эмоционально-волевой доминанты, которые, как правило, диктуются руководителем этой секты, то это, в общем-то, отношение к религии не имеет. Это чистая психотехника, манипулирование, которое по убеждению их вере отношение имеет весьма относительное. При этом, как правило, не имеет принципиального значения, какого именно направления, в каком именно ключе действует эта секта. Она может использовать либо имеющиеся мировые религии как свой базис, либо она может основываться на каком-то совершенно отдельно выдуманном, придуманном культе. Но, опять-таки, еще раз хочу подчеркнуть, что вера и религиозные чувства являются вопросом не психического здоровья, а вопросами веры, вопросами идеологии человека, которые к психиатрии, в общем-то, никакого отношения в большинстве случаев не имеют. Если же мы говорим о уже болезненных проявлениях, ну да, они могут иметь окраску, могут быть, особенно, вот, допустим, когда у нас стала возрождаться религия в стране, у нас появились сразу же пациенты, которые имели бредовые расстройства, окрашенные религиозными оттенками. Но здесь речь идет не о том, что они стали, они заболели психическим заболеванием вследствие того, что стали интересоваться религиями, а как раз-таки наоборот, их психическое заболевание подобраво для своего оформления ту тему, которая стала наиболее актуальной в обществе. Так что я бы еще раз подчеркнул, потому что вера и религиозные убеждения к психическому здоровью человека отношения, ну, практически не имеют. Даже более того, если человек имеет стойкие, стабильные убеждения, имеет определенный взгляд на жизнь, имеет определенные моральные ценности и идеалы, которые, в общем-то, как правило, в мировых религиях являются не какими-то, как я уже говорил, негативными, то это позволяет ему зачастую гораздо более легко переносить тяжелые жизненные ситуации как тому человеку, который таковых ценностей не имеет. Вот это приблизительно то, что можно сказать по религиозным людям. Спасибо за внимание. Всего вам хорошего. Спасибо.